Друзья, всем привет! Вы на YouTube-канале Фабрика Новых. Меня зовут Юрий Бибик. Спасибо за то, что вы увидите это видео. По-прежнему, очень интересная встреча с очередной, классной, профессиональной журналисткой, пани Кариной Орловой, из исполченной штате в Америке. Карина, привет! Очень рад тебя видеть. Юрий, привет! Очень рад тебя видеть. Спасибо. Спасибо, что ты с нами. Так, ну что, главная топ-тема, топ-тема дня сегодня в Украине – это план победы. Сегодня Владимир Зеленский, по сути, представил его в стенах парламента Верховной Ради Украины. Он состоит из пяти пунктов. Я очень быстро для нашей аудитории просто напомню, чтобы освежить память. Значит, приглашение в НАТО Украины, укрепление украинской обороны. Этот пункт касается продолжения операции ВСУ на территории России, снятия ограничений на удары по военным объектам в России. Кроме этого, Зеленский предлагает совместно с западными партнерами сбивать российские истребители. И это, наверное, не так. Сбивать ракеты, которые Россия выпускает по территории Украины. Это уже, я просто цитирую, ссылаясь на настоящее время, там, вот в этом есть, наверное, ошибка. Далее, сдерживание России. Президент Украины сказал о необходимости разместить на украинской территории не ядерные средства сдерживания. Пока непонятно для меня, что это. Развитие экономики, использование опыта украинских военных для укрепления обороны НАТО. Ну, то есть, вот американские солдаты базируются на территории Европы, чтобы заменить, какая-то ротация, чтобы произошла после войны, как он сказал, значит, украинские солдаты могут их заменить. В целом, какие впечатления? Пишет ли что-то американская пресса? Как реагирует? Что ты думаешь? Я понимаю, как это выглядит. Это выглядит, возможно, как, знаешь, список желаний. Ребят, смотрите, вот есть это. Да, сделайте, пожалуйста, это там, да. И я понимаю, как это выглядит, на самом деле. Но я должен сказать, что, наверное, нет другого выхода. Поэтому вот такая история. Нам могут задавать вопросы, а что вы, ребята, можете для этого сделать? Из того, что здесь присутствует, я не знаю, что Украина может сделать. Но это мое мнение. Что думаешь ты? Вот я тебя пригласил, хочу услышать. Да, ну я, во-первых, в американской прессе ничего пока нет, никакой аналитики, только проходит как новость, да, и то очень мало. Потому что у нас сейчас мы пишем 10 утра. Вот, поэтому, к сожалению, не могу процитировать. Она будет. Что, знаешь, мне кажется, я так думаю, этот же план Зеленский представил в Раду после того, как он встретился с Байденом, правильно, с президентом США. Поэтому я не исключу, что в этом плане вот могут быть корректировки от изначального плана. То есть, может быть, у Зеленского был немножко другой план, да, там были какие-то другие пункты, или они там по-другому звучали. Но после встречи с Байденом он мог их скорректировать и представить в Раду, чтобы, опять же, потому что никто не хочет представлять план нереалистичный, правильно? Конечно. Ну, кому это нужно? Мне лично ничего фантастического там не видится. Абсолютно нормально все. Что касается вот этих неядерных, неядерного стратегического сдерживания, я сегодня где-то быстро в телеканале BBC прочитала военного эксперта, который говорит о том, что речь, возможно, идет, опять же, я вообще не военный эксперт, но о размещении ПВО, да, там специальных. То есть, опять же, ничего фантастического, речь не идет про ядерное оружие, и, по-моему, все закономерно и логично звучит. Поэтому я с большой долей вероятности предполагаю, что этот план именно был, вот тот, который публично теперь представлен, был скорректирован после встречи Зеленского с Байденом. И, да, и теперь, конечно, судя по всему, Байден это будет обсуждать на встрече Рамштайна, которая вот состоится на этой или на следующей неделе, она была отложена. На этой неделе в пятницу. На этой неделе в пятницу, да, ее пришлось отложить из-за урагана Милтон, который, к счастью, не стал таким разрушителем, как Хелен. Но, тем не менее, Байден, конечно, должен был присутствовать в своей стране, да, и вот он теперь летит. Да, поэтому мне не кажется ничего фантастического в этом. А про приглашение Украины в НАТО, ну, были уже утечки в прессе, Фигаро, да, писала. И это, опять же, только логично. Иначе я даже не представляю, как еще можно это закончить. Ну, есть, конечно, вот вариант Трампа, да, за 24 часа закончу все. Вот, ну, ты знаешь, даже его бывшие сотрудники администрации, например, генерал H.R. McMaster и Майк Пенс, вице-президент Трампа, который, кстати, не поддержал Трампа в президенты. Ну, странно было бы, если бы он поддержал, потому что сторонники Трампа 6 января пришли вешать Майка Пенса. И когда Трампу сообщили об этом в Белом доме, что Пенса пришлось срочно ввести в укрытие из-за реальной угрозы жизни, Трамп на это ответил, и что? Вот, да, это мы теперь знаем из вновь входного ходатайства спецпрокурора Джека Смита в федеральный суд округа Колумбия. Так вот, такие детали, да. Поэтому Майк Пенс сказал, что единственный вариант, при котором, это публично заявил, комментируя, да, вот этот план Трампа так называемый, единственный вариант, при котором эту войну можно закончить за 24 часа, это просто полное поражение капитуляции Путину. Ну, это, да, то есть, опять же, смотрите, это говорит не, там, демократ, да, с противоположностью, это говорит Майк Пенс, республиканец, бывший вице-президент Трампа. Ну, хорошо, кто-то скажет, да что там этот Пенс понимает вообще в военном деле, да, или там во внешней политике. Но генерал Макмастер сказал ровно то же самое. Но он как бы был, так сказать, более снисходительным к Трампу, потому что он сказал, что Трамп не понимает, как ведется война. Хотя, кстати, это тоже правда, но дело не в этом. Трамп не понимает, и даже если ему объяснить, это неважно, не нужно, даже если бы он понимал, он действует совершенно по другим соображениям, да, не из соображений безопасности, национальной безопасности Украины, Европы и США, что самое главное, да, не из каких-то там военных доктрин и так далее, а из одного соображения угодить Путину, с которым он разговаривал как минимум 7 раз. И вот, ты знаешь, я хочу сказать, я вот так жалею, что я не написала об этом в Телеграм-канале. Я несколько месяцев назад один из YouTube-подкастов, да, который я слушаю, сделал хорошую, по-моему, Медайстач, они сделали хорошую подборку выступлений Трампа на Ралле, где он говорит так, как будто он говорит, то есть как будто он в настоящем времени, да, продолжающий действие, он говорит с Путиным. То есть там вот была такая фраза, I talk to Putin all the time, он сказал. И это было вот сейчас, уже после его, да, окончания президентства. И поэтому сейчас, когда на полном серьезе там журналисты не знают, говорил с Трампом или нет, с Путиным или нет, да, после ухода тоже с президента, конечно, говорил, он сам об этом, он сам это подтвердил на Ралле несколько раз. И тогда просто вот этот подкаст сделал такое видео, типа, а что происходит? То есть, получается, Трамп разговаривает с Путиным? Да, и только что Трамп был в Чикаго на... Постоянно почему-то теперь выступает на каких-то экономических клубах. Человек, который вообще ничего не понимает про экономику, но, тем не менее, на клубе, организованном Блумбергом, ну, там, конечно, Трамп облажался просто как бы новые, новые донья пробила. Вот. И там его ведущий тоже спросил про это, вы можете ответить, да или нет? Говорили ли вы с Путиным после ухода с президентом? Он сказал, я не комментирую это, да? И дальше он ему говорит, но вы же открыто говорили, что вы разговаривали с Нетаньяху, с другими мировыми лидерами. Почему вы не подтверждаете? И он говорит, я это не комментирую. То есть он не отрицает. А вот скажи, смотри, об этом я вот не помню. То ли Нью-Йорк Таймс первые написали, что там около семи раз он говорил с Путиным после президента. Ну, это из книги Бабы Вудворда, да. То ли Вудворд, да, Вудворд, вот, совершенно точно. И смотри, то есть это же алогично, потому что Трамп на каждом выступлении говорит, я хорошо там лажу с Путиным, я вот эту войну закончу, я с ним, когда я был президентом, он не был, он бы не вторгся в Украину. Я очень, это мой там хороший друг, условно говоря. А тут у него спрашивают, слушай, парень, так ты с ним разговаривал после президентства? Так если ты гнешь эту линию, почему он это не хочет комментировать, что он с ним разговаривал? Какая разница? Хороший вопрос, и все задаются этим вопросом. Тем более, что он не скрывает своих разговоров с другими действующими лидерами стран. На самом деле, если мы завтра узнаем, что Барак Обама разговаривает с Макроном, или там с, я не знаю, с Шульцем, или с кем-то еще, никто же в обморок не упадет от этого, да? Да, ну да. Но странно было бы, если бы мы узнали, что, например, Обама или Джордж Буш-младший разговаривает с Ким Чен Ином, да? Странновато. Или с Цзиньпинем. Ну, наверное, просто проблема в том, что Россия – это противник США, да? Это вражеская по отношению к США страна, и не потому что США ее такой нарекли, а потому что Россия последние уже 10 лет, во-первых, атакует США, кибератаки, да, которые выводили из строя целые тут системы, включая трубопроводы, да, вмешательства в выборы и так далее, и так далее, ну и бесконечно угрожают Америке ядерным оружием. То есть Америка – это страна-противник. Поэтому, когда Трамп разговаривает, да еще и отсылает из комнаты, из офиса в это время всех помощников, чтобы не было никаких следов этого разговора, то есть он ведет секретные переговоры, давайте так, он ведет тайные, никому неизвестные переговоры с Путиным, разговоры, то это очень похоже просто на предательство, да? И потом, я думаю, что Трамп сам понимает, что у Путина есть над ним преимущество, потому что, и весь мир это знает, потому что мы видели, как Трамп вел себя после двухстороннего саммита с Путиным в Хельсинки на той самой пресс-конференции, когда он вышел и сказал, нет, я верю Владимиру, он сказал, Россия не вмешивалась в выборы. Вот только что 17 разведслужб пришли к выводу, подтвердили, что Россия вмешивалась в выборы, тогдашний спецпрокурор Боб Мюллер вынес уголовное обвинение сотрудникам ГРУ за вмешательство в выборы, да? И выходит Трамп и говорит, нет, я верю Владимиру, он сказал, что он не вмешивался. То есть это абсолютная измена Родины. Ну, это просто настоящая государственная измена, это настоящее предательство, поэтому он и не подтверждает, да? Потому что тогда встанет вопрос, ага, а так, о чем вы говорили, а где, почему, почему ты отсылал там, кто свидетель, да? Ну, то есть даже теоретически можно запад... Ну, это невозможно, но, допустим, если бы у Трампа были благие намерения, он бы хотел там как-то договориться с Путиным, да, как налайк личные отношения. Ну, логично же, что тогда бы рядом с ним присутствовали его помощники, советники, да? И чтобы эти переговоры телефонные не велись в тайне. А если они ведутся в тайне, значит, есть что скрывать. Смотри, а может ли вы так быть? Я хотел спросить, я потом думаю, ну, конечно, наверное, может, если он об этом говорит. В рамках этих разговоров с Путиным, ну, мы не знаем, когда они состоялись. Может, вот, когда он объявил о том, что он будет кандидатом, или когда говорил о том, что он будет кандидатом. Я этого не знаю. Может, там журналисты приводят какие-то там даты, когда? Мы знаем, что там 7 раз, да, по-моему, с ним разговаривал. Вот это, собственно, речь шла об этом, типа, big deal с Путиным, да? Большая сделка с Путиным. Вот мое отношение к тому, что я буду делать, если я стану президентом, с Украиной. Упрощенно, максимально примитивно. Я тебе там отдаю Украину, или мы как-то договоримся по какой-то части Украины, а ты включаешь весь свой ресурс и всю свою машину для того, чтобы меня поддерживать. Потому что, когда я читаю, например, новости российских информационных холдингов, которые работают в том числе в Соединенных Штатах Америки, понятно, на что и на кого делается максимальный упор. То есть, как они пытаются опорочить и пригнамить там демократов, в частности, Камалу Харрис. Может ли быть такой? Вот информационная помощь, а мы посмотрим, что будет, если когда я стану президентом. Ты получишь свои плюшки. Это возможно? Ну, я просто не думаю, что это было сказано прямо вот так. Я думаю, что Владимир, я знаю, у нас хорошее отношение, я рассчитываю на твою поддержку. Да, вот как-то так. Ничего не говорю. Это все понятно и без слов, да. Но, да, смысл, конечно, такой. Потом, смотри, не забывай, что Трампу искренне близок, вот на идеологическом уровне близок Путин, понимаешь? Ему не о чем разговаривать с Макроном, ему не о чем разговаривать с Шольцем, ему не о чем разговаривать с европейскими лидерами, которые действуют на принципах демократии. Трамп – это абсолютный фашист. Я сейчас попрошу особо впечатлительных не впечатляться очень сильно, потому что, наконец-то, Юра, я могу сказать, не прошло и двух лет, с тех пор, как Трамп объявил о вступлении в гонку, и вот осталось меньше трех недель, наконец-то открыто Трампа большая пресса, корпоративные медиа называют фашистом. Потому что то, что он делает, это чистый, стопроцентный фашизм. От у этих эмигрантов такие гены, поэтому они преступники, до самой у нас главной врага – это враг изнутри. Я видел это. Только что он заявил на Fox News у Марии Бартирома. Враг изнутри – это ультралевые лунатики. Он конкретно назвал одного конгрессмена, Адама Шифа, демократ, которого он до этого бесконечно делал антисемитские выпады в отношении Шифа. Например, называл его «Шифти-Шиф». Шифти – это изворотливые, вертлявые. Это один из стереотипов естественно расистских, антисемитских в отношении евреев. Соответственно, Трамп бесконечно называл Адама Шифа «Шифти-Шифт». Ну это ладно, это как бы Трамп закрытый, антисемитер, расист. Но теперь, да, и он сказал, что вот эти вот враг изнутри, с ним, кстати, очень просто побороться с помощью нацгвардии, а если уж очень сильно понадобится, с помощью военных. Военные, я просто объясняю разницу, военные имеют право открывать огонь. Да, поэтому то, что делает Трамп, это абсолютный, стопроцентный фашизм. Вот уже Евгеника у нас в обиход вошла. И вот, а это было и раньше. То есть, его компания и так была фашистская раньше, но почему-то вот корпоративные медиа избегали этого слова. А многие даже говорили, нет, это неправильно, нельзя, фашизм – это что-то другое. Ну, вот Тим Снайдер написал, я рекомендую всем, кто, у кого есть доступ к Сабстаку, я не знаю, там у него по подписке или нет, может быть, где-то найдете в интернете. Он написал большую статью про то, расписав по пунктам, почему избирательная компания Трампа – это чистой воды фашизм. Дальше с вопросом по пунктам сравнивают. Вот, поэтому «Атлантик» вчера выписал большую статью, фашистская тропа Трампа. В «Нью-Йорк Таймс», да, уже там что-то проблескивает, и Камала Харрис тоже согласилась, она тут давала интервью подкасту, и на вопрос, можно ли сказать, что компания Трампа фашистская, она сказала, да, я так считаю, правильно сделала, на самом деле. Это то интервью подкаст с Spotify, где у ведущего 14 миллионов подкастов. Нет, не-не-не, не Джо Роган, нет, Джо Роган только вот ведут с переговоры, а, ну, то есть она появится, да, судя по всему уже, а это нет, это был подкаст Шарлеман Дагад, вот, тоже известная, ну, как бы, большая аудитория, это ведущий чернокожий, у него большая аудитория чернокожих мужчин, потому что есть данные, что чернокожие мужчины-избиратели стали уходить к Трампу, кому-нибудь. Барак Абам включился в эту историю, и вот Барак начал выступать для того, чтобы привлечь как-то, правильно я понимаю? Тоже, да, тоже на это направлено, абсолютно, да, Барак Абам выступил в Пенсильвании на ралли, ну, конечно, он прекрасный спикер, потрясающий, очень эмоциональный, да, классный, обожаю. Предлагаю вернуться в Украину, а затем продолжить по Трампу и Харрис. Значит, смотри, какая есть новость. Россия готовит более 10 тысяч военных КНДР на Дальнем Востоке. Издания украинские со ссылкой на разведки сообщают о том, что, значит, этих военных КНДР готовят к переброске на приграничные территории возле Украины, также их готовят и для ротации российских войск, чтобы высвободить их личный состав. Мы не будем обсуждать там военную составляющую, я не военный эксперт, и ты, как сказал, тоже не военный эксперт. Хочу полюбопытствовать вот о чем. Какой может быть теоретически реакция Запада, да? Вот я процитирую только спикера Совета нацбезопасности Беловодома Шона Савета, который заявил, что США беспокоены информацией о возможном привлечении северокорейских военных к войне в Украине на стороне России, а в практической плоскости, как ты думаешь, если это подтвердится и реально там корейцы будут присутствовать? На что нам рассчитывать? А мне кажется, это уже подтвердилось, то есть это как бы свершившийся факт. В этом уже давно идет речь и о том, что Россия собирается, потом идет вот переброска, в смысле их там перевозка, я не знаю даже, как это все назвать. Вот. Ну да, нет, слушай, я думаю, что ответом будут какие-то действия со стороны Южной Кореи, конечно, только логично, ну потому что на Северную Корею, Северная Корея зависит от двух стран, ну Китай, естественно, всецело, и Южная Корея, да, то есть возможно какие-то будут здесь какой-то ответ. Так понятно, что у США нет отношений с Северной Кореей, да, вот они ненадолго, так сказать, установились во время президентства Трампа, это, кстати, просто очень важно про его искусство заключать сделку, да, в кавычках искусство, вот, потому что он такую замечательную сделку провернул с Ким Чен Ыном, да, он с ним, он подарил северокорейскому диктатору две встречи с президентом США, в ответ съел, вот, вот что. Диктатор, нужно объяснить, что диктатор этот пухлый, его просто использовал, использовал президент из Северной Кореи. просто на пальцы и все, и что, и ничего, и главное, что ничего за это Киму не было, Ким, давайте выражаться языком там, Путина и русского быдла, кинул, кинул, Ким кинул Трампа, что было за это Киму? Ничего, ответ, ничего, вот, кинул, потому что Трамп от него добивался заключения сделки по ядерному там оружию, да, а Киму никакого ничего не подписала, и только после этого ядерный арсенал у Северной Кореи только увеличился, вот, вот, вот результат. Поэтому, когда вы ждете, что, когда кто-то рассказывает такие вот спикеры, как Илья Пномарев, отличие просто от него слышала в эфирах, что если там Путин там не выполнит условия этой сделки, да, Трампа, то Трамп завалит Украину оружием, или Трамп уничтожит Россию экономически. С чего делается такой вывод-то? Как бы нет прецедента, да, когда Трамп бы отвечал на то, что его кинули? Нет, нет такого прецедента, да, Трамп может только, ну, там, преследовать и, так сказать, бесчестно, жестко поступать только с теми, ну, вот с такими, как вице-президент Майк Пенс, да, вот натравить толпу, повесить вот с лозунгами из, собственно, гильотины, да, не гильотиной, а удавкой, повесить Майка Пенса. Вот это он может, а на настоящие вызовы он отвечать не может, потому что он слабый человек, потому что только слабый человек боится оппозиции, только слабый человек использует обзывательства, антисемитские, неважно, российские ругательства в споре с оппонентом, они говорят по существу, это делают только слабый, ужасно, вот такой, знаешь, ну, и без гейт, честно говоря, и без извилин, вообще без всего. Я всем рекомендую посмотреть новый фильм The Apprentice, ученик, кстати, это про Трампа, Трамп, естественно, пытался запретить, он угрожал продюсерам этого фильма, компаниям, любой компании, которая выпустит этот фильм в прокат, он угрожал там, я не знаю, чем, расстрелять, наверное, военных применить, ничего не сработало, в кино в Америке вышел, сейчас скоро поедет. Это как будто Россия, честное слово, обещал запретить, ну реально. Именно, ты представляешь, это вообще куда годится, вот, вот главное, знаешь, что в Трампе хорошего в этом плане, есть одно хорошее качество, сейчас похвалю Трампа первый раз, он не скрывает, что он собирается делать, он не скрывает, кто он такой, он не притворяется демократом, он не притворяется, там, я не знаю, порядочным человеком, он не притворяется, умным или вежливым, вот оно все на дисплее, да, нормального человека это должно просто до обморока довести, но только вот. Мне кажется, что однажды он притворялся, вот исправились, я ошибаюсь, помнишь, когда типа якобы в него стреляли, он тогда после больницы вышел и что сказал, ребята, нам всем нужно объединиться, только в объединении силы, давайте и республиканцы, демократы, и весь народ, все объединимся и так дальше. Прошло несколько дней и все. Стало нам хуже, дальше только фашизм ухудшился, я думаю, и ты прав абсолютно, тогда он притворялся, я думаю, что просто его тогда убедили советники, что это выигрышная стратегия, что он реально может, но он не смог, у него бывает, он иногда под влиянием советников ему удается как-то заставить его сделать что-то одно, а потом у него сносит крышу и он делает все по-своему, вот, поэтому принимается, согласен с тобой, один раз притворился. Прежде чем перейти к цифрам, да, про Северную Корею, да, да, кстати, так что, да, значит, единственное, конечно, я вот не знаю, вообще-то, ты знаешь, это хорошо северокорейских солдат иметь, потому что, во-первых, они могут питаться только мхом, как мы знаем, в Северной Корее люди едят мох, может быть, 30 граммов риса, вот, поэтому выигрышная, конечно, стратегия, но, опять же, это все пушечное мясо, Путину это оттягивает момент, когда ему придется, видимо, если все в ноябре будет хорошо и Камала Харрис выиграет, то Путину, видимо, когда-то придется вводить мобилизацию, потому что ему будет не хватать, не будет хватать, да, на фронте, и северокорейцев этих там порежут, как бы, да, порубят, и все, ничего не останется, вот, ну. Смотри, значит, да, сейчас перейдем к цифрам, два слова еще про Трампа, вот мы вспоминали, ты вспомнила про его митинг в Пенсильвании, и он там сказал о том, что вновь заявил, что, значит, Путин говорил ему о вторжении в Украине, я был президентом, отговорил, и он никогда бы там не, не сделал этого, будучи я президентом, а вот Байден, президент, хотите Камалу избрать, вот он будет продолжать это делать, только я, 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 это так максимально упрощенно. Я хочу спросить, когда кандидат в президенты Судьяна Штат Америки? Об этом говорит своим избирателям. Это что значит? Что есть отклик, он зарабатывает на этом баллы, то есть, людей это привлекает, и люди поддерживают вот такую политику? Можно ведь было не спекулировать на это, можно было об этом вообще не говорить, можно, если американцам там неинтересна внешняя политика, он мог бы вообще не упоминать Украину, он бы сказать, мог бы сказать так, как есть, не плевать на это Украину, но он об этом постоянно говорит. То есть, он обращается к чему? К эмоции? Да, к тому, что нам не нужно будет тратить деньги на войны, я это все смогу прекратить? Или как ты это видишь? Вот такие призывы Трампа. Так, ну, во-первых, Трамп патологический лжец, это раз, два, что касается фактов, естественно. Значит, два, он реально ненавидит Украину, и только что, вот, я бы, где-то в большой тоже, то ли в Таймс, то ли в пост, был большой материал про то, откуда, как у Трампа сформировалось вот это отношение к Украине. Ну, он искренне ее вот ненавидит. Кстати, под влиянием Путина. А, вот, точно. А мне на этом и писали, совершенно верно. Точно, точно, да? А, или это у Боба Вудварда было, у меня уже все перемешалось. Но, тем не менее, то есть этот момент тоже важный, да? Два, Трампу нужно представить оппонента как полностью негодным, да, и ни на что не способным. И застретит. Да. Три, он, то есть у него слоган какой, Make America Great Again. У него все снова и снова. Ну, как поднимем с колен страну, так вот, если уж по-русски говорить, да? То есть он ненавидит Америку. Он вот сейчас ее описывает, понимаешь, если ты послушаешь Трампа, то Америка находится в руинах. Это чудовищная страна, которую никто не уважает в мире. Ну, конечно, если он придет, все будет по-другому, хотя именно, когда он был президентом, Америку не уважали, над ней все смеялись и с ужасом смотрели на то, как могли такое чучело избрать президентом, да? Вот, но тем не менее. И он, а если ты послушаешь Камлу Харрис, то, например, она говорит, что у нас великая страна, прекрасная, великая не так, как Трамп говорит, мы великая белая страна, да? Вот так, вот такой рефрен. Нет. Она говорит, что у нас, мы там, здесь у нас, там, я не знаю, технологии и так далее, мы великая в этом плане, да? Страна, и у нас, конечно, есть проблемы, давайте с ними бороться, сделаем нашу страну еще лучшее. А Трамп рассказывает, что страна в руинах, поэтому, конечно же, Трамп, ну, во-первых, смотри, есть простой факт, во время президентства Трампа Россия находилась в Украине, она уже вторглась в Украину, потому что и Крым это Украина, и Донбасс это Украина, совершенно верно. Русские никуда не уходили. Что касается его заявления про то, что Путин не совершил бы полномасштабного вторжения если бы Трамп президента. Я думаю, что да, но Путин же не совсем идиот. Зачем ему это делать? Во-первых, он даже не собирался проводить как бы такую войну долгосрочную, правильно? Он же шел три дня взять Киев, да? Другая стратегия. Так бы он взял Киев, но без даже этого парада военного. Он бы просто назначил свою марионетку, может быть даже Медведчука. Я не знаю, потому что там же было решение суда, ты помнишь? По-моему, в марте 22-го года в Киеве суд какое-то решение принял, которое, в общем, признало, как это сказать, незаконным свержение, не свержение Януковича, а его как бы отстранение от власти. То есть там все шло к тому, что нужно было восстановить как бы даже Януковича, как его президентство. Ну, понятно, что вряд ли бы сам Янукович вернулся, но дальше. То есть Путин хотел сделать просто с помощью коррупции и там своих спецслужбистов, просто собирался провернуть операцию свой человек в Киеве. Конечно, а зачем тогда вести войну? Зачем тратить ресурсы? Его цель даже сейчас, он же не собирается с Украиной воевать все время, то есть его цель сейчас поставить своего человека на место президента и дальше все, дальше ему ничего не нужно, дальше будет гарантия не вступления Украины в НАТО, потому что Украина сама этого не захочет, она вступит во всякие там альянсы с Россией, и все, в этом есть цель. То есть да, конечно, но Трамп же не говорит, я закончу войну, и Украине будет гарантирована ее суверенность, безопасность. Все, все, наверное. И заставлю Путина восстанавливать Украину. Все эти разрешения заплатить за восстановление, да? Нет, он же не говорит этого, он говорит, я закончу правопролитие. Ну, слушай, спасибо, его и Путин может закончить. Ну да, все, все. Завтра, сегодня, пожалуйста, если вы все выполните его условия, то почему он закончится, миротворец будет? До выборов совсем ничего осталось фактически, и все мы в ожидании, все мы обсуждаем, поднимаем какие-то темы, анализируем, пытаемся как-то предугадать. И обращаем внимание на некую социологию. И вот перед эфиром я нашел следующую информацию, что травм показывается, а вот ты тут уже дальше исправляй, опережает Харрис в колеблющихся штатах, которые будут решать итог этих выборов. По крайней мере, об этом свидетельствует исследование Гарвардского центра американских политических исследований. Вчера широко разошлось это. Да, вот это одна история. И вторая, я бы просто, чтобы объединить сразу же, известно, что там редакция New York Times, влиятельнейшего издания американского, поддержала Каму Харрис на этих выборах. И вот они пишут о том, что, ну как, они как бы упрекают, да, ее, цитирую, недостаточно активной предвыборной кампании. И я это слышал еще где-то, что она якобы ведет недостаточно активную предвыборную кампанию Карина. Очень классный песик у тебя. Олес, и нафиг. Слушай, ну вот, понимаешь, я тебе хочу сказать, что газета New York Times вызывает уже вопросы давно, потому что, когда у тебя на одной стороне чистый фашист, а на другой стороне Камала Харрис, и ты еще там ее критикуй, там еще была, я прочитала, что, значит, она не берет тяжелые вопросы от журналистов, типа, избегает. Это вообще не так. Ее журналисты прессуют бесконечно за то, что она там была против, да, там, фракинга, теперь поддерживает по иммиграционной политике, да. Ну, если просто послушать любое ее интервью, ей ничего не сходит с рук. Они ее прессуют быть здоровым, да. И, кстати, между прочим, Камала Харрис сегодня записывает интервью на Fox News. Она выйдет сегодня в эфир, да, с Брэдтом Байером, кстати, не самый ужасный ведущий Fox News. Вот. И это будет там 20-30 минут, и она идет вообще как бы на вражескую территорию. Там понятно, ее будет просто только прессовать. У нас это очень интересно посмотреть. Поэтому, и тут смешной был тоже в Твиттере Твиттере, человек просто собрал заголовки New York Times про то, как они описывают то, что делает Трамп. Вот, например, когда он сказал про гены иммигрантов, это у них такие гены, знаешь, с каким заголовком вышло New York Times? Дональд Трамп усилил риторику в отношении иммигрантов. Ну, то есть, вот у тебя фашист, понимаешь, а он усилил риторику. И там вот такого примеров один за другим. Поэтому вот это просто надо выбросить вообще в помойку все, что пишет New York Times, даже не обращать на это внимание. Да, Марин Дот, я, это колумнистка, известная, ты ее цитируешь, да, она написала. Ну, вот это, 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 это свидетельство того, когда человек десятилетиями занимает вот это место одно, и просто у него уже идет профессиональная деформация. Поэтому все это в шик, что касается опросов. Значит, да, это реально, выборы будут, судя по всему, с, вот, там, не знаю, на 10 тысяч голосов будет решаться все. Хотя, я осмелюсь сделать, есть у нас 30 секунд, сделать прогноз. Я тебе скажу так, как человек, который находится здесь, в Америке, я вижу и чувствую этот энтузиазм вокруг Камала Харрис. Энтузиазм не просто на словах, люди подписываются волонтерами, потом только что пришли данные, вчера, был первый день досрочного голосования в Джорджии. Рекорд, 356 тысяч бюллетеней. А знаешь, какой был предыдущий рекорд в 20-м году, когда был ковид? 136. Это рекорд рекордов, и там дело в том, что в Джорджии республиканское правительство приняло ряд законов, которые направлены на ограничение голосования, на подавление, да, голосования меньшинства. Не буду углубляться, там, короче, и ящики расставлены в меньших местах, и рабочие часы сократились. Короче, все делал на то, чтобы подавить, подавить, да, явку. Это всегда на руку республиканцам. Вот. И то, что сейчас такая гигантская явка в Джорджии, я думаю, что это, конечно же, все те люди, которые там проявляют гражданскую активность, которые понимают, что им против них эти законы написаны, и нужно идти голосовать. Поэтому я осмелюсь предположить следующее. Мне кажется, в этом году мы увидим много зомби-избирателей со стороны демократов. Это то, что произошло в 16-м году. Потому что были вот эти зомби-избиратели, которые до этого никогда не голосовали, республиканцы. Ну, они вообще не голосовали, да, и они поддержали Трампа. Они не были учтены ни в каких опросах вообще. Вот. Но они вот вышли и проголосовали. Мне кажется, что в этом году мы можем рассчитывать на вот таких избирателей демократических, а демократы-зомби это в основном молодые, они просто вообще не голосуют. Я просто увижу этот энтузиазм и это действие, это готовность действовать, да, то есть люди реально делают. И мы это увидим, я так думаю. И они просто не учтены в вопросах эти люди, да. Да. Но я, конечно, могу ошибаться. Мы можем, конечно, оказаться реально в 16-м году, когда Камала, давайте так, Камала все равно наберет в абсолютном исчислении больше голосов, миллионов, конечно. Демократы всегда набирают. А вопрос будет, конечно, решаться по выборщикам. Вот. Но я бы на эти опросы не особо обращала внимание, да, потому что еще выяснилось, что тут аффилированные с республиканцами опросники оказывается занимаются полным ухляжом. Например, Расмус просто находился в сговоре со штабом Трампа, да. Поэтому очень сложно понять, да. Нужно смотреть на реальный энтузиазм. И демократов просто больше, избирателей их больше, да. Главное, чтобы они вышли голосовать. Если они все выйдут, а на кону очень много стоит, то у Трампа просто нет шансов. Ну, действительно, стоит очень много. Если у тебя еще есть буквально 30 секунд... Конечно, да. Скажи, пожалуйста, в одновременно смоделируем ситуацию. Проходят выборы. Камала Харрис президент. Не-не-не, Камала Харрис президент только 20 января. Вот самое интересное начнется с 5 ноября по 20 января. Вот избирают, мы понимаем, кто будет будущим президентом. Камала Харрис объявлена, официально здесь СМИ объявляют, там CNN, Fox News и так далее, AP, они называют победителя. Это, скорее всего, произойдет не 5 ноября, и не 6, потому что очень много досрочно голосуют, их считают последними. Вот, поэтому, да. Окей, 7 ноября. Вот мы знаем, вот мы уже знаем, кто будет новым президентом Соединенных Штатов Америки. Что будет тогда? Как будет действовать Дональд Трамп? Возможно ли гражданская война в США, извини, что я вот такие, да, слова употребляю, насколько это возможно? И другая ситуация. Если, ну так получится, Дональд Трамп станет президентом, захочет ли он просто так мирно уйти, Карина, как ты думаешь? Потому что по закону он обязан. А я в этом очень сильно сомневаюсь. Он не уйдет, если он только не умрет, конечно, но он же уже делал, даже в 20-м году его предвыборная кампания была, помнишь, построена Трамп в 2020-2024-2028 и так до бесконечности до какого-то там 78-го года. Вот. Конечно, Трамп никогда не уйдет, потому что он уже, во-первых, он уже нарушил закон, против него 4 уголовных дела, да, по 34 пунктам он уже признан виновным. Значит, потом, когда он станет, если он станет президентом, он еще нарушит закон, причем так, что мало не покажется, ну, например, да, отдаст приказ армии расстрелять левых протестующих, вот, арестовать Адама Шифа, ну, такое будет. Да, поэтому здесь можно не сомневаться. Что касается гражданской войны, все правильно, это не ты сказала, это Джо Скарборо. До этого Рэйчел Мэддоу выпускала сегмент, где она выразила серьезную беспокойность с доказательствами, да, о том, что Дональд Трамп, судя по всему, не собирается выигрывать эти выборы с помощью, как бы, голосов, потому что, и есть еще, кстати, вот подтверждение, забыла, только что он, то есть, ну, выборы как бы решаются в неопределившихся штатах, и там вот эти маленькие, да, там какой-нибудь батлер, где в него стреляли, вот эти маленькие-маленькие городки округа, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, вот такие, да, Джорджия, а Трамп во время, в разгаре избирательной кампании, меньше трех недель до выборов, он едет куда? В Калифорнию, да, Калифорния не вся, конечно, голубая, там есть красные, самые нищие районы, он едет в Куачелло, там, где проводится фестиваль, там красный округ, и он там говорит следующее, я прижму Гевина Ньюсома за глотку, ну, я не знаю, как это перевести, короче, как вот так, Гевин Ньюсом, это кто? Губернатор Калифорнии, демократный, ты понимаешь, и в Колорадо, и в Нью-Йорке у него, в Мэйдсен Сквер Гарден назначен, в Нью-Йорке, в Нью-Йорке, это Нью-Йорк, это синий-синий-синий, почему, зачем он это делает, я тебе объясню, потому что ему нужны гражданские беспорядки, если он проиграет выборы, если на протест выйдет город Батлер в Пенсильвании, ничего не будет, понимаешь, или какая-нибудь деревня где-нибудь в Висконсине, это не изменит ситуацию, а если протесты поднимутся в центре Нью-Йорка, а Мэйдсен Сквер Гарден, все знают, что это такое, это в центре Манхэттена, или в Калифорнии, да, то есть ему нужно, он реально разжигает очаги своей подготовки к гражданской войне, это 100%, иначе это объяснить нельзя, иначе непонятно, почему он тратит свое время на выступление в Качеле в Калифорнии, когда Калифорния все равно проголосует за Камалу Харрис, Колорадо все равно проголосует за Камалу Харрис, Нью-Йорк все равно проголосует за Камалу Харрис, почему ты не в Пенсильвании, ну то есть он и в Пенсильвании тоже, но ему надо быть тогда в Висконсине, в Аризоне, вот где, во Флориде, кстати, я еще один прогноз осмелюсь сделать, я не удивлюсь, если Флорида в этом году уйдет, Камалу Харрис, есть большие предпосылки к этому, вообще не удивлюсь, поэтому да, Трамп готовится к гражданской войне, и знаешь, все самое интересное, а ведь если у него все это хорошо по опросам, если они так уверены, что они выиграют, а зачем он говорит к гражданской войне, а может они знают, что у него ситуация не такая уж хорошая, на самом деле, потому что то же самое было в 22-м году, республиканцы, республиканские, как пандит называется, ну как спикеры, которые, ну как бы партийные, боже, сколько было колонок написано, сколько было выступлений в СМИ, что красная волна сметет все на своем пути, это среднесрочные выборы, 22-й год, что все, республиканцы просто уничтожат все, а республиканцы показали худший результат за десятилетие, как противоположная партия от той, что находится в Белом доме, поддержанные Трампом кандидаты, выигравшие праймерис республиканские, самые отмороженные, безумные, типа доктор Мехмед Оз, или Херрид Шрибокер, кандидат в Сенаты от Джорджии, просто безумцы, они все проиграли к генеральной выбору, понимаешь, демократам, и сейчас ситуация такая же, в Северной Каролине Трамп поддержал черного нациста, Марк Робинсон, абсолютно сумасшедший, реальный нацист, отрицает Холокост, а вообще отъявленный антисемит, безумный, на порно-сайте Голая Африка оставлял комментарии, что он черный нацист, что он хочет возвращения рабства, и еще и недвусмысленный сексуальный интерес выражал к трансам, к транс-людям, и Трамп и после этого только удвоил его поддержку, рейтинги у него уже там ниже Плинтуса, он, естественно, проиграет, а речь идет о губернаторской гонке Северной Каролины, то есть губернаторскую гонку выиграет демократ, уже понятно, и может быть, Робинсон потопит Трампа и в Северной Каролине тоже, потому что Северная Каролина теперь тоже у нас, как штат, который может забрать Камала Харрис, поэтому я не знаю, почему он готовится к гражданской войне, если он уверен, что он сможет, если вот как республиканцы их послушать, все, Трамп, мы, вы, у нас вообще все в кармане, зачем вам нужно тогда сидеть спокойно, ездите по неопределившим штатам, проводите ралли, и все, у вас будет все хорошо, нет? Ну, это хороший вопрос, да, ответы будем искать в рамках следующего эфира, если у тебя появится время, на что я очень сильно... Всегда, на вас есть всегда время. Спасибо огромное, Карина, хорошего тебе дня. Тебе тоже, спасибо, пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok